Говард Шульц научил американцев пить латте, правильно произносить это слово и платить не за кофе, а за стиль жизни. За первые 10 лет под его руководством компания открыла почти 2000 кофеен. Сейчас их по всему миру 28 тысяч. И даже в Италии наконец-то перестали морщить нос. Первый Старбакс откроется там в сентябре. Состояние Говарда Шульца чуть меньше 3 миллиардов долларов, и он заработал его сам, без папиного наследства. Он первым в своей семье получил высшее образование. А в 82-м стал директором по маркетингу Старбакса, тогда еще небольшой компанией по продаже кофе. Все изменилось, когда Шульц впервые поехал в Италию и обнаружил, что в Милане кофейни прям на каждом шагу. Он решил начать продвигать в Америку культуру потребления кофе, и через несколько лет выкупил Старбакс у его основателей. И вот теперь, спустя 30 лет, окончательно решил покинуть компанию. Нам нужны сильные настоящие лидеры, которым можно доверять, не только во всем остальном мире, но и дома. Шульц всегда интересовался политикой и активно поддерживал демократов. Он даже был одним из потенциальных вице-президентов для Хилари Клинтон. Бористы Старбакса по его просьбе писали на стаканах политические слоганы. Компания публично поддержала решение Верховного суда США по однополым бракам. А страховка сотрудников Старбакса покрывает операцию по смене пола. Вообще, Шульц часто говорит, что крупный бизнес должен находить баланс между прибылью и совестью. После неожиданной победы Дональда Трампа на президентских выборах в Америке начали обсуждать, кто еще из миллиардеров мог бы баллотироваться. Обсуждалась, например, кандидатура Боба Айгера, президента Диснея. И тот даже подтвердил, он всерьез обдумывал такое продолжение карьеры. Правда, потом купил 21-й век Фокс и понял, у него и без того забот хватает. Или вот Марк Кьюбан, владелец баскетбольной команды Даллас Маверикс. Он сначала объявил, что хотел бы стать республиканским кандидатом, но потом взял свои слова обратно. Жена пообещала выгнать его из дома, если вдруг он подпишет ее на роль первой леди. И вот Говард Шульц. Во-первых, он недоволен политикой Трампа. В прошлом году в сеть попало видео с собрания сотрудников Старбакса. На нем Шульц говорит, что нынешний президент каждый день ввергает страну в хаос. После решения Трампа запретить въезд в США беженцам из некоторых стран, Шульц пообещал нанять 10 тысяч беженцев. И еще написал открытое письмо со словами «Американская мечта в опасности». И вот, отвечая на вопрос репортера о том, будет ли он баллотироваться в президенты, Шульц ответил, он очень обеспокоен тем, что происходит в стране, и пока думает, какую роль он должен сыграть. И у него есть время подумать. Обычно политики заявляют о своем участии в выборах года за полтора до дня голосования. А оно назначено на 3 ноября 2020-го.